Республики Сахар, Якутия Добрый день! Гостей и участников выставки народных художественных промыслов «Узоры Севера», проводимой в рамках третьего съезда общин коренных малочисленных народов Севера Республики Сахар, Якутия приветствуем на торжественном открытии столицы Северной Республики в городе Якутске. Основные организаторы съезда общин, проводимого в юбилейный год столетия Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, годы культурного наследия народов России, начало международного десятилетия языков коренных народов мира являются Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Сахар, Якутия, Союз родовых общин коренных малочисленных народов Севера Республики Сахар, Якутия, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Якутии до Дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Для торжества Лебедев председатель общественной женской организации «Северянка» Татьяна Васильевна Сивцева. Слово предоставляется заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Сахар, Якутия, Михаилу Александровичу Погадаеву. Дорогие делегаты, участники третьего съезда общин коренных малочисленных народов Севера Республики Сахар, Якутия, позвольте от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики еще раз всех поприветствовать. И вот на открытии этой выставки, которая посвящена народным промыслам, и вообще мы хотели, чтобы на этой выставке наши общины показали свое мастерство, свои достижения, чтобы рассказали о своих общинах, чтобы вот все то наследие, которое сохраняют наши общины, развивают, чтобы это все увидели гости, участники и делегаты третьего съезда общин. Действительно, общины, они создаются именно для того, чтобы сохранять традиции, культуру, языки коренных малочисленных народов Севера и, конечно же, традиционный образ жизни. Это и оленеводство в первую очередь, рыболовство, охоту, традиционные промыслы. И мы, встречаясь здесь с вами в городе Якутске, на полях съезда, будем тоже говорить о этих важных вопросах, о том, что именно общинам выпала миссия, и миссия сохранить традиционную культуру наших народов, сохранить, передать следующим поколениям. И в основном у нас общины – это семейные, родовые общины, кочевые общины. И, конечно, именно в общинах происходит передача вот этих знаний, передача традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера. И здесь очень важно то, что у наших общин, чтобы была возможность показывать свою продукцию, продавать свою продукцию, представлять, презентовать ее на различных площадках. Именно поэтому мы решили в рамках нашего съезда открыть такую выставку. Здесь вы можете видеть работы наших мастериц. В будущем хотелось бы, чтобы выставка была более представлена, и чтобы наши общины могли рассказать о своем пути становления общин, чтобы рассказали о своих достижениях, показали свою продукцию. И я думаю, что многим нашим общинам есть чем гордиться. Поэтому хочется выразить большую благодарность всем мастерицам, которые здесь привезли свои работы. Я думаю, это уникальная работа. Вы видите, насколько высокое мастерство исполнения этой продукции. Поэтому хочется в первую очередь сказать спасибо нашим мастерицам, нашим общинам. Также хочу поблагодарить особо Татьяну Васильевну Сивцеву, руководителя женской организации «Северянка», которая многие годы объединяет мастериц. У нас кроме организации «Северянка» есть еще организация «Боригенка». То есть все наши мастерицы, они имеют свои организации, участвуют в международных, российских конкурсах и всегда неизменно занимают самые передовые места на этих конкурсах. Во многом благодаря вот энтузиазму таких людей, как Татьяна Васильевна Сивцева и Якимовна Герес, другие наши мастерицы. И вот Татьяна Васильевна занималась подготовкой вот этой выставки, поэтому ей огромное спасибо и организации «Северянка» также хочу выразить благодарность. Ну и, конечно же, нашему Дому Дружбы Народов имени Кулаковского, нашему отделу коренных народов Севера, который всегда открыто, всегда активно помогает нам проводить все наши мероприятия, посвященные коренных мастерицам народов Севера. Ну и вот эту выставку здесь нам любезно предоставили и площади, и помещения, ну и помогли все это организовать. И вообще в эти дни съезд у нас будет проходить уже здесь, в Доме Дружбы Народов, в гостиной, в зале. И мы там уже будем вместе с вами работать, поэтому еще раз хочу поблагодарить коллектив Дома Дружбы Народов имени Кулаковского, Министерство по внешним связям и делам народов Севера Республики за совместную работу. Ну и, конечно, Антонина Николаевна Горякина, директора Дома Дружбы Народов, лично хочу также поблагодарить. Ну и желаю всем насладиться культурой наших народов. И буквально после открытия мы начнем уже работу в переговорной площадке. Спасибо за внимание. Слово предоставляется председателю Союза родовых общин Республики Сахар-Якутия Анатолию Захаровичу Лебедеву. Добрый день, дорогие друзья, медиканты, участники. Как вы видите, у нас здесь открылась высота того, что мы можем, что и имеем к нашему съезду. Самое главное у нас на сегодняшний день – это съезд, в котором мы должны обсудить наши проблемы. Кроме проблем, высказаться по пути их решения. Самое главное, я считаю, что мы собрались. Как-то лет у нас не было, не слышно, не видно. В смысле, вместе. Теперь мы на три дня со всей республики собрались, приехали в гости. Поэтому прошу принять самое активное участие, самое активное участие и благотворительную работу. Прошу насладиться творчеством наших мастериц, которые вы видите здесь. Спасибо. Слово предоставляется председателю общественной женской организации «Северянка» Татьяне Васильевне Сивцевой. Дорогие великаты, уважаемые участники нашего, высоко, Бог даже видит, нашего третьего съезда родовых кочевых общин Республики Сахар-Якутия. И сегодня, в этот торжественный день, когда мы свои проблемы говорим, И самое главное, по итогам трех дней мы должны разработать конкретное предложение, с которым будет услышано на уровне правительства Российской Федерации, президента, нашего руководства депутатов. И, конечно, каждый должен знать, что поставленный нами общинами будет выполнено. А сегодня мы, как ответственная за выставку родовых общин, которую мне поручили Министерство по делам Арктики, мы сегодня открываем выставку. С большой радостью я сегодня перед вами даю информацию, что даже в трудное рыночное время наши кочевые общины практически из 13 арктических клусов и наши 21 районов, где живут молодец народа севера, представили свои работы. Я могу прямо перечислить Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский, полностью Абаймома, Жиганский, скоро подъедет, завтра еще подъедут из трех клусов, Момский район, Тампонский район, Южная Якутия, Алдан, Нерюнгрим, Мирный, и, конечно, наши мастерицы, живущие здесь. Я хочу особо отметить наш и благодарить от души нашим мастерицам, которые из года в год, из века в век передают нашу традиционную плату жизни. Хочу сказать одно, мы должны сейчас уже, спасибо нашим депутатам, ученым, мы должны отделить именно этот эвенский костюм, традиционный, эвенкийский, долганский, чуркотский и юкагирский, таежные и тундровые, и шивы из цвета. Мы должны исторически это доказать, и каждый раз должен защищать сам представитель этого народа. И еще пожелаю нашим мастерицам трудолюбия, духовного возрождения, самое главное терпения. А мы должны через гранты главы наслебов, главы районов, обеспечить бисерами, такими, как чешский бисер, самым, не китайским, извините, конечно, да, самым качественным бисерами мы должны обеспечить замшей, оленей шкурой, мехом. И сегодня вы можете посмотреть это. Есть этнографические, есть, знаете, смешанные современные, и, конечно, есть традиционно охотника, рыбака, и, конечно, всех нас современных. Обратите внимание, сколько красивых специально привезли унты чисто белого оленя, чисто черные торбоза и унты. Это у нас есть. Просто нас поддержите. Наши мастерицы, все финансовые поддержки, это главное. И последнее пожелание, чтобы в следующем съезде, чтобы мы все показали свой костюм этнографический. Вот, я думаю, столетию Якутии мы сто ковриков. Эти сто ковриков у нас будут сначала часть апреля, 9 августа, если блянку проведем. И, конечно, когда 27 сентября все наши сто ковриков, перед вами родная Якутия, мы любим, благодарны. И идите чуть-чуть нас поддержите. А сейчас прошу посмотреть все эти наши выставки. До выставки «Северные женщины» мы должны вас угостить. Правда, чуть-чуть у нас есть от рыбы, оленина, печенка, сири и так далее. Прошу вас, ващаем в той комнате. Прошу, делегатор, приглашаем. Гостей поздравит итальянский этнофальтонный ансамбль «Далгунча». Гостей поздравит итальянский этнофальтонный ансамбль «Далгунча». Гостей поздравит итальянский этнофальтонный ансамбль «Далгунча». Гостей поздравит итальянский этнофальтонный ансамбль «Далгунча» 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 «Далгунч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!